добрый день уважаемые трейдеры сегодня 19 ноября четверг представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который вы видите у меня за спиной итак сегодня большой праздник как обычно международный мужской день поздравляю всех мужчин трейдеров их много женщин трейдер трейдеров мало вот но я встречал таких вот у женщины особый стиль торговли они торгуют более хладнокровно мужчины торгуют более рискованно на мой взгляд и периодически вляпывается в разные авантюры торговой в любом случае поздравляю всех мужчин трейдеров с этим днем 23 февраля то понятно вот но все-таки 23 февраля это все-таки ближе к дню защитника отечества привязана советских времен праздника сегодня вот прям международный мужской день так сегодня сегодня у меня пока одна статья вторая там на подходе по золоту сейчас сегодня издал аналитику скажем так полом по политической обстановке в сша вот о чем говорят крупные банкиры вот как они сейчас расценивают действия власти в том числе чем говорит джипи морган вот но самом деле в америке бардак так же как и везде вот соответственно ждут когда выделят деньги деньги не выделяются то есть на конфликт и на этом фоне баксик может под укрепиться и все-таки отработать нашу торговую идею и по золоту и по доллар франку и по доллар йен потому что чем позже выделят деньги тем лучше для наших торговых идей потому что если деньги выделят на помощь по борьбе с коронавирусной инфекцией то доллар обесценится ну скажем так как минимум среднесрочной перспективе что невыгодно нашим торговым идеям так поехали графики у нас первый инструмент у нас как обычно золотишко золотишко я рекомендовал продавать вот и она начала все-таки падать вот сегодня даже пробила минимум 11 ноября вот но я все-таки жду пробой 1847 вот это минимум сентября месяца вот тут про я думаю сегодня уже должны дожать вот если не дожмут позже потому что но эта ловушка по-любому здесь покупатели стрянут поэтому жду отработки этого торгового гигантского аукциона которая спрогнозировал еще до того как он появился скажем так кто помнит мои обзоры дальше евро доллар по евро доллару пока ничего не рекомендую как как уже и давно многие знают куда пойдет евро доллар я пока не знаю и на самом деле меня радует тот факт что я большую часть времени не знаю куда пойдет рынок понимаю только определенные фрагменты движений с какими работаю некоторых вам рассказ в рамках системы price action и охота за стопами кто не помнит что интересно по еврику на сегодняшний день дело в том что по евро по евро хоть здесь и был переходчик да но все-таки на данный момент уже под ним стоит очень серьезная наторговка то есть под двойной вершины чуть выше 1.19 давайте даже озвучим эту котировку пусть это будет 19 200 сейчас по вчерашнему дню и позавчерашнему осталась двойная вершина это совсем не не очень хорошо для продавцов потому что в данном случае если вы и явитесь продавцом по этому инструменту среднесрочником или даже банковским трейдером не дай бог вам такой судьбы вы будете стопиться либо за вчерашние два дня до либо за вот эту площадку 19 200 но и другого шанса одну только выше уже 12 то есть но это ловушечка такая поэтому я считаю что еврик сюда дойдет но произойдет это допустим через какое-то время там откатик и будет вот такой удар по хаям не потому что евро растет там последнее время потому что есть хорошие цели и причем эти цели уже давайте оставим эти цели уже скажем так пошли каскадом так называемым то есть каскад целей но нет пока сигнала то есть сейчас купить стоп предоставить допустим вот сюда за минимум то есть если вы сейчас купите у вас то будет 90 take 9 принципе да принципе да вот но если закинуть сюда это будет ложный пробой вот она будет перри заходить примерно так но у меня как истинного спекулянта больше интересует вот такой сценарий почему потому что здесь больше запас хода прямо сейчас не хочу покупать во первых нет сигнала дневного то есть у нас сигнал наоборот шартовый 2 пин бара на хаях для лангов нет сигнала мне некуда прятать риски поэтому подождем пусть погуляет фунтик фунтик сегодня просел под тридцать второй уровень по фунту у нас тоже план на повышение большой вот но как я говорил особенно там вчера позавчера нет нет сигнального бара не на что опереться в ланге поэтому это все вяло текущая бычья история меня не располагает в открытии ланговых позиций хотя у меня уже почта уже просто трещит от всяких ланговых торговых сценариев от разных трейдеров по фунту ну вот но я я жду чего-нибудь какой провокации интересной забросы какой-нибудь вниз хорошего и тогда уже поход на 35 уровень которыми говорил вам уже 15000 раз но дело в том что у фунта также как и по евро доллару осталась промежуточная площадка по 33 уровня и это это тоже подтверждает то что ланговый сценарий произойдет чуть раньше или чуть позже но произойдет поэтому я его поджидаю и ищу поводы зацепиться еще в ланге дальше доллар иена очень глубоко откатил от самой рекомендации в ланге вот я уже скажем так перестал надеяться на благополучный исход этой сделки но я говорил что при покупке от 50 в рамках импульсной торговли стопа у вас должен быть за импульсом поэтому у нас все рассчитано до миллиметра потому что мы торгуем практически одни и те же геометрические сетапы которые характеризуются наличием рентабельности в отличие от других торговых историй поэтому ланге по доллар и иене сохраняются наваливать ланге не нужно потому что довольно глубоко уже залетели если произойдет какая-то новая подтверждающая лангова инициатива от нее можно взять свою небольшую микро трешку наверх соответственно уже но с более короткими рисками поэтому тоже можно использовать дальше кросса самые перспективные на ланге австралийс новозеландец сейчас уже будет подтягиваться к 105 где мы запускаем ланговую сетку в рамках сеточного метода торговли небольшими объемами до трех сотых на каждую тысячу долларов с шагом 50 или 100 пунктов по четвертому знаку если вы понимаете о чем я сказал поставьте лайк если не понимаете напишите комментарий так канадис франк и доллар франк доллар франк красавчик показывает нам разворотную модель импульс откат два пин-бара вчера и сегодня уже пошла какая-то бычья волна то я надеюсь расторгуется как минимум на девяносто втором либо на девяносто третьем уровне трехволновка которую мы с вами ждали который потихонечку идет инструменты с иены кроссы франк иена канадец иена пока не заслуживают нашего трейдерского внимания и ваших центовых инвестиций поэтому это сейчас не берем дальше доллар канадец смотрите я не я не удаляю линии которые черчу на графике доллар канадец красавчик просто просто молодец обновил площадочку и заряжает третью волну в тридцать четвертый уровень об этом я тоже рассказывал я думаю вы в курсе и мы ждем тридцать четвертый австралийский доллар и новозеландский доллар пока пока я не трогаю я хотел продать новозеландец пробоя туда 6907 но он пока сюда не долетел какие-то шорты такие легенькие поэтому я торгую только то что чуть-чуть до того как принимая решение что это правильно это прогнозируем это легко отработать в тестере в симуляторе ну и в принципе психологически легче давайте перейдем к вопросу на эту канале по вчерашнему видео чуть мало вопросов все хотят стратегию с ручной торговли сетками я собираю почту и всем отправлю так новый вопрос алексей жду евро на 1.2 как думаете дотянет потом на разворот на коррекцию еврик 1.2 но я сегодня давал уже по евро я вижу евро на 1.19.200 то есть это вот эта площадка да я понимаю что есть там крутой крутой хай года фактически но скажем так эта цель не очень объективно она но с точки зрения охоты за стопами и price action мы охотимся именно за площадками то есть за такими крепкими горизонтальными уровнями где скапливаются стопы игроманчиков вот и за ними охотимся то есть мне интересует пробой будет истинный этот пробой либо ложный мне вообще не волнует то есть на там быстрее take и все я не знаю где вы зацепились но прямо сейчас вот покупать неправильно но опять же если у вас не будет стоп в рамках 100 пунктов примерно один к одному так тогда еще как поэтому я подожду каких-то подтверждающих сетапов поэтому я с вами частично согласен так андрей спрашивает относительно новозеландцы как по мне имеет место керри трея дело в том что последнее заседание так намекнул что понижать ставки не будет до заседания в апреле а так как и имеет самую большую процентную ставку среди крупных валют в этом году банк не планирует заседание тогда cb от крупных стран проведу заседание в декабре где-то феврале пулю случаем крупный герек делает но интересно на самом деле наблюдение андрей вообще класс класс мне нравится ваш и ваш подход ваш подход но я вам предлагаю другую модель смотрите смотрите задайтесь вопросом изменение процентных ставок ведет ли к развороту валютных трендов это легко проверить зайдите в изменение процент найдите изменение процентной ставки например в каких-то сервисах типа там тот же инвестинг например посмотрите когда меняли ставку разворачивался ли рынок после этого либо до этого либо через какое-то время после этого вы не найдете там зависимости я вам точно говорю и в принципе вот вот такая вся широкая аналитика типа вот мы сейчас покупаем доллар потому что наверно ставки скоро повысят потому что их некуда уже опускать ну понимаете а какие риски а когда а сколько ну это ну это знаете вот как вот аналитика на рбк например вроде вроде круто слушаешь эксперты но заработать на этом невозможно поэтому поэтому вот у меня подход как аналитика да для вас я как бы аналитик но действующий трейдер управляющий я стараюсь давать торговые идеи на которых можно относительно быстро заработать и даже в своих статьях я даю прям конкретные сценарии как пойдет где риски и где прибыль не всегда все отрабатывается но как минимум я нахожу смелость это делать вот потому что я верю в свой торговый метод вашего вот эта история на классная если бы она прозвучала допустим на рбк я думаю вы были бы в мега популярным человеком но к сожалению заработать на этом сложно а с другой стороны валютная пара но зеландский доллар к американскому это пара и опустить новозеландец может не только слабый новозеландский доллар но и сильный американский поэтому здесь валютная пара это уравнение с двумя неизвестными которые члены которых которого периодически становятся известными на новостях скажем так надеюсь как бы я осветил этот момент так но и ребят просят ситочную историю я всем отправлю вот-вот уже прям скоро я наверно запишу это на выходных поэтому не переживайте все получите так принципе на этом у нас все золото давит давит на лая надеюсь прострелит и мы закроем прибыль наконец-то потратим деньги и почувствуем себя немного счастливее на этом у меня все контролируйте риски берегите себя и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инста форекс всем пока и